Смотрите, было принято исторического масштаба решения, которое далось очень трудно. 27 стран Европейского Союза смогли договориться создать единый фонд восстановления экономики. Решение принималось в районе Рождества в последний момент, потому что был шантаж, были самые разнообразные разногласия между 27 странами и руководителями их кабинетов министров. Разногласия преодолели. Исторический фонд создали в последний момент, а у нас сейчас в этой ситуации министерство финансов говорит, знаете, а мы будем смотреть, какие ставки на рынки, и может быть нам кажется, что Латвия, как отдельное индивидуальное государство, сможет на международных рынках занять дешевле, на более выгодных условиях, чем европейский федеральный долг. Но вот они это серьезно говорят. Германия, которая может занять, как мы отлично понимаем, на международных рынках, на намного более выгодных условиях, чем Латвия, занимает сейчас деньги в этом фонде. В этом фонде деньги занимают от Греции до Эстонии, причем мы говорим о том, что не просто занимает, а полностью выбирает всю доступную для этих государств фото. Потому что, с одной стороны, как говорит Каринш, у нас нет свободных средств, нам нужно занимать госкассе. Именно поэтому страны сейчас занимают, чтобы у них были свободные средства. В любой момент, когда произойдет следующий этап в кризисе, когда нужно будет оказывать помощь следующим группам населения, деньги должны быть доступны. И в этой ситуации, когда у нас министр финансов говорит, что он собирается изучать ставки, ну вот, извините меня, Кабон потом на кладбище в этих условиях будет ходить и хвастаться, что он когда-то думал сэкономить на ставках для того, чтобы взять кредит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!